Здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы пройдём с вами испытания на Кару Бараку на высоком уровне сложности. Ну что ж, давайте потихоньку приступать. Только бронзовые персонажи первая башенка, поэтому включаем. И погнали, 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 покатили. Нам понадобится создать сейчас бронзовый отряд. Давайте сюда бронзу. Так, я хочу себе они, хочу себе спецназ, поэтому ставим себе моих любимых спецназовцев, они, и погнали в бой. Первые два боя играем за такую команду. Потом, естественно, меняем её на мастеров-единоборств, потому что их больше нигде использовать будет нельзя. Только в этой башне. Ну, я имею в виду бронзовых. Ибо во второй башне нельзя использовать, по-моему, мастеров-единоборств вообще. Третий только серебряных мастеров-единоборств. В четвёртый у нас ограничение по использованию только золотых персонажей из внешнего мира. Ну и в пятой только золотые, по-моему, персонажи какого-то определённого уровня слияния. Я не знаю, можно ли там использовать алмазы или нет, не помню точно. Ну, посмотрим так или иначе. После прохождения, думаю, глянем. Можно ли использовать алмазки в последней башне? Или там реально только золотые персонажи? Тогда, видимо, придётся не с Шао Каном играть, а с каким-нибудь другим парнем. В качестве основного бойца против Бараки. Так. Минус один. Дальше добиваем Лойн Куэя. Минимальный урон. На, получай 1800 урона всего. Забавно. Окей. 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 Двигаем далее. Так, надо создать теперь новый отряд, как я и говорил. Теперь мы возьмём Лойн Куэя, Ширай Раю и, естественно, ниндзя мимо Джонни Кейджа. Ширай Раю, Монах и Солдат. Окей. Второй уровень сложности уже по хардове, по хардове идёт. Но всё равно противники достаточно такие ватненькие, я бы сказал. Ну, сливаются достаточно быстро. Вы даже видели, на минимальном уроне от спецприёма они через блок не смогли выдержать мой удар. Одно комбо и как бы уже персонаж противника пролетает. Ну, хотя вот Монах ещё более-менее. Так, сразу первый используем, либо я использую первый спецприём, либо она использует его. Я не знаю, будут ли у противников хотя бы по более чем 4,5 тысячи здоровья. Чё-то я в этом начинаю сомневаться, учитывая, какие они вялые пока идут. Но, возможно, в конце башни будут всё-таки противники с более чем 4,5 кассами здоровья. И Джонни Кейдж через блок не будет добивать их первым спецприёмом. Потому что там урона идёт от первого спецприёма, по-моему, 4 250 или что-то в этом духе урона через блок первым. Поэтому, да. Так, на О не получай. У нас сразу истощение пошло. Чё ты не бьёшь, чувак? Давай бей. Вот так вот, потихоньку так, помаленьку. Настейкиваешь, настейкиваешь себе спецприём и затем его юзаешь. Ну, нам пока спецприёмы не особо пригождаются, как вы видите, да. В принципе, мы без них легко справляемся. 3200. Спасибо. Это чё, была битва с ограничением, что ли, каким-то? Видимо, да. Я даже не понял, что за ограничение было. За войну фракции, кстати, вот тут написано, что типа бла-бла-бла, получает награду. Я опять повторку получил. Не помню, что там была за повторка. То ли Гора, то ли Кентару, то ли... В общем, какой-то повторный персонаж испытания, который у меня десятого слияния уже давным-давно. Давайте я сразу сержанта избавлюсь, потому что он более жирный. У солдата, конечно, есть первый спецприём, но она не такая толстая, как наш сержант. Окей, двигаемся далее. Ну, Джоник легко всех разматывает. Ясно видно уже. Ох, хорошо. Блин, только что покушал и, как обычно, обожрался. Ну, не то, чтобы даже обожрался, просто я дофига всего разного съел. То есть и фрукты, и молоком запил, и, короче, это просто капит. По сути, у меня должна сейчас в желудке происходить какая-нибудь Вторая мировая война, но вроде нормально. У меня с совместимостью продуктов всё бывает нормально. У меня есть, конечно, продукты, которые не очень хорошо перевариваются в моём желудке. Ну, а в принципе, в принципе, вот, тех людей, которые есть несовместимые продукты, они у меня легко совмещаются. То есть, сами подумайте, я съел сейчас селёдку, солёную селёдку. Потом я съел несколько мандаринов, запил это всё молоком, заел мясом немножечко. Ну, это всё по чуть-чуть, каждого по чуть-чуть. То есть, там, две мандаринки, бутерброд с селёдкой, там, чё ещё я там говорил. Два кусочка маленьких мяса съел. В общем, всё намешал и вполне спокойно, если чувствую, нормально. Только... Такое, знаете, чувство, как будто я объелся. Ну, так и есть, в принципе. Потом я ещё всё это шоколадом и конфетками зашлифовал. И чё-то ещё я, по-моему... А, сока яблочного выпил, короче. Ну, там вообще жесть, чё, я смешал. По сути. Если бы это не я съел, да, а какой-нибудь другой человек, то он бы такой потом... Ему бы плохо, наверное, стало. А мне нормально, я вполне спокойно. Вот именно я... У меня есть неопределённые продукты, которые хреново усваиваются в моём организме, да, но у меня нету такого, что, допустим, несколько разных типов продуктов, которые, по сути, являются несовместимыми, у меня как-то плохо мне от этого будет. То есть я вполне себе, как я и говорил, уже спокойно чувствую. Так. Так, давай сюда. Ну, а получайте я по мордасам. Так, минус Сони, блин. Блин, повезло, что, кстати, сейчас сменили мне перса. Потому что я увернулся от атаки с Ширайрариум. С помощью этой смены случайной. Забавно получилось. Двигаем далее. Это была опять битва с ограничением, кстати говоря. Два ляма, я думаю, мы поднимем сегодня с вами. Нужно всего-то 50 тысяч собрать. Эти 50 тысяч 100% соберутся просто с первых двух башен. Потому что там в конце дают несколько десятков тысяч монет. Для того, чтобы... Ну, просто в качестве награды за прохождение башни. Так, монашек, здравствуйте. Блин, ну почему ты первый? Вот, объясни мне. Блин, он толстый ещё такой. Сейчас пойдёт первый. Хорошо, что он хотя бы не замораживает. Уже неплохо. На, получай. Ну, смотрите, когда бил, даже спецприём не пригодился. Молодец, Джонни. А мы двигаемся с вами дальше. Да-да-да, как-то так. Солдат, Тони и сержант. Окей. Окей, окей. Так, здорово. Начинаем, короче, с солдата. Хорошо, что не Они первый хотя бы. Уже неплохо. Так, добей её, пожалуйста. Ну, блин, не даёт. Только не сменяйся, я тебя очень прошу. Ты же не будешь этого делать. Добиваем дальше сержанта через первый. Надо, кстати, посмотреть, сколько у противников по здоровью сейчас. Примерно статов. Блин, да как ты выжил вообще? Чувствую, уже нормально так у них по статов, потому что они что-то живут и живут, живут и живут вообще. Не даёт продохнуть мне. Монах, Штек и Ленькой. Ну, смотрите-ка, некоторые уже из них будут выживать от первого спецприёма при полном здоровье, если поставят блок. Но пока что всё ещё они далеки до того времени, когда, типа, ну, они смогут переживать мои спецприёмы. То есть, это, опять же, небо и земля ещё. Они-то от обычных ударов очень неплохо огребают. Первый монах стоит. Тут не очень приятно. Так, пошла комбинушка. Если, кстати, он сменится, я не обижусь на него. Но не получилось, бывает. Так, пошла комбинушка против Штека. И придётся использовать первый, если я не хочу получить первый от Штека самого. Ну, и здесь я, скорее всего, добиваю противника. 4282 урона нужно, чтобы у них было здоровье. На... Выше этой цифры. Чтобы они выживали от первого спецприёма в блок. Сейчас мы узнаем, сколько у них. 3 тысячи. Ну, вот смотрите, они уже выживают. И даже сержант выживает от первого спецприёма. В принципе, неплохо. Посмотрим, как они покажут себе. Ну, желательно, конечно, не бить рана с самого начала в блок. Ну, хотя, с другой стороны, я всё равно почти всё здоровье им снесу, даже если не заблокируют. Так, у них постоянный отхил ещё. Это из минусов. Ой, не заблокировал. Извини тогда. Ого-го-го! Нифига себе, сколько урона. Видели? 12 тысяч просто с чем-то урона вылетело. Это криты, видимо, ещё сработали сейчас. Не даёт мне себя ударить. На, получай. Расписывайся. Опять крит. Да что ж такое-то? Почему криты одни летят? Это из-за чего? Просто удача такая, что ли? Видимо, да. Потому что у меня вроде никаких вещей на крит не стоит. Вообще никаких вещей, по-моему, на Джонни Кейджи нету. Это неплохо. Первая башенка у нас пройдена. Получаем там 20 тысяч или сколько? 16 тысяч. Но насчёт следующей башни у меня уже точно будет 2 ляма. Поэтому погнали. Только серебряные и бронзовые персонажи, мастера единоборств, запрещены. Обычно вперёд. Кстати, как у меня там со звуком вообще? Мне кажется, что тиховато немножко. Да нет, вроде нормально. Так. Только серебряные и бронзовые. И без мастеров единоборств. Поэтому мы включаем фильтр также на серебро. Ставим Ермачевского, ставим Котеля и ставим Аштека. Где он у нас? Вот он у нас. Чисто на пару боёв. Как я и говорил, этой командой мы не играем особо. Мы только проходим лишние бои, скажем так. Ну а потом пойдёт команда с Кейджами, наверное. Потому что всё равно в третьей башне нельзя использовать спецназ. Нельзя использовать внешний мир. Нельзя использовать преисподнюю. Хотя из серебра нету преисподней, да. И вроде всё, да. Больше нету там никого среди серебряных других фракций. На, получай. Минус один уже есть. Сейчас с Диворкой разберём всё ещё. Так. Ну и остался Они. Блин, игра. Ну можно не подлагивать вот так вот неприятно, как ты любишь это делать. Сейчас пойдёт пер... Не, не пойдёт первый. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Я тебя не заставляю, как бы, братан. Окей, победа. Двигаем далее. Пока идёт гладко. Погнали. Второй бой. Последний из Айрмака дальше уже пойдёт в разборке Кэсси Кейдж. Она должна просто всех разносить в пух и прах. Так, загрузилась. Хорошо. Погнали. Солдатик у нас против. Выпендривается чё-то. Да чё ж так подлагивает, когда уже попусти меня. Попусти меня, чудолаги. Так. Разбираемся с ней, надеюсь. Да блин, чё она такая мерзкая? Это просто капец какой-то. Ой, иди к чёрту, сержант. Вот так вот давай мы с тобой разберёмся. Всё, наконец-то уйдёт этот Айрмака. То есть вы сами видели, да, как против Кэсси было неприятно драться за Айрмака. Всё из-за его медленных атак. Всё время, что он даже блок не успевает поставить после своего комбо. Очень неприятно играть за Айрмака. Ладно, давайте возьмём себе сейчас уже... Так, нет, не тебя. Вот тебя. И, естественно, вот так сделаем ещё. Готово. Погнали в бой. В бой, в бой, в бой, в бой. Соня Блейд, Линквей, Они. Окей. Погнали в бой. Погнали в бой. Хе-хе-хе. Третью башню мы будем так же с вами проходить, как мы проходили на нормальном уровне сложности. То есть сначала проходим шесть боёв, шесть боёв. Затем идём проходить четвёртую башню. Как только проходим четвёртую башню, возвращаемся к третьей. Смотрим рекламку и тогда... И восстанавливаем энергию. Затем проходим поставшиеся пять боёв. Так. Я только что, кстати, с помощью мизинца вообще выиграл всю эту битву. Я не использовал никакие пальцы, только мизинец. Только, блин, грёбаный мизинец. Просто вы понимаете, насколько эта игра проста в управлении, что её можно пройти и победить бой с помощью мизинца? Это капец. О, не. Лень Куэй и Соня Блейд. Мне вот эта, кстати, игра и нравилась ещё этим. То есть вы можете просто, знаете, положить телефон куда-нибудь и буквально одним пальчиком играть. Ну, конечно, есть и мини-игры, где лучше использовать два пальца, да, знаете, вот... Две руки. Я бы даже сказал, особенно когда надо кружочки нажимать. Но я нажимаю их, когда я прохожу испытания, всё равно одним пальцем. Потому что обычно, если мини-игра с кружочками, это, скорее всего, второй спецприём. Ну, кроме Джаксов, да, каких-нибудь. А если второй спецприём, то это обычно стопроцентное убийство противника. Тем более в испытаниях. Если в войнах фракции ещё нет, то в испытаниях да. Так, погнали дальше. Я даже не обращаю против кого дерусь, какие там ограничения есть. Я просто иду и побеждаю. Как бы так и надо. В принципе, это всё несложно делается. Для нашей коллекции с вами уже прокаченной достаточно сильно. На, получай. Неприятно. Минус один. Блин, не успел. Она вроде успеет заблокировать, да? Не, не успела. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Интересно, я наберу два ляма до того, как пройду эту башню, или после? Мне кажется, всё-таки, что я могу набрать два ляма даже до того, как пройду башню. Но вроде бы нет. Вроде бы там ещё достаточно много. 20 тысяч. Вряд ли я 20 тысяч смогу поднять за вот эти вот, я не знаю, там оставшиеся семь боёв. Ну, а с другой стороны, всё может быть. Минус солдат. Дальше выходит Тони. Конечно, истощает меня, как всегда, засранец. Но мне спецприём и не пригодился, по сути. У Касси боёвка очень приятная. И против медленных персонажей они вообще ничего не могут сделать. И только при смене там какие-то, знаете, особо быстрые персонажи могут мне нанести, успеть удар. Но такое встречается редко. О, замена бойцов случайным образом. Но у нас два и других тоже имеют бонусы всякие. То есть, тут же 15% в защите, 15%... Ну, не к защите, а к здоровью. 15% к атаке. Всё это тоже приплюсовывается к каждому персу. И у них тоже примерные статы, но более-менее. Такие, скажем. Поэтому даже если мне сменят, в принципе, я легко справлюсь с противниками. Ведь всё у нас прокачано везде на максималочках. Так, погнали. Нам даже не успели сменить перса. Мы уже выиграли. Но, естественно, бронза не выживает. Даже через блок, как бы. Всё-таки дополнительные 55% атаки, 55% к здоровью для КСИ Кейс, что-то очень жёсткое. Ну, смотрите, почти 2 ляма. То есть, сейчас всё решится. Если мы за 3 боя накапливаем 2 ляма, то мы накапливаем 2 ляма. Если же нет, то в конце башни, после последнего боя, нам дадут очень внушительную сумму монет. И там уже точно с вами... Это... Того самого, да. Точно накопим 2 ляма. Потому что там, по-моему, 30 тысяч или 20 чем-то тысяч даёт. По-моему, 30 чем-то. 36 или чё-то вроде того. Так, погнали. Небольшое истощение, но это, опять же, не смертельно. Солдата очень неприятная боёвка, поэтому мы от неё немножечко тумаков отгребаем. Да, блин. Игра! Просто издевательство какое-то. Вы посмотрите на эти жёсткие лаги. Я даже ничего сделать сейчас не могу. Ни блок поставить, ни атаковать. Окей. Неприятные такие моменты бывают. Вот благодаря Unreal Engine 4, божественной движок, блин, игры. Новый. Как я тебя обожаю. Нет. Поехали дальше. Потому что с записью он вообще очень плохо дружит, конечно. По крайней мере, с моей программой записи, которая идеально подходит под мой телефончик. Очень оно мне нравится, скажем так. Потому что во всех других играх она записывает более-менее идеально. И качество записи, качество кадров, качество разрешения. Разрешение, то есть, высокое поддерживает прога. Всё в таком духе. Ну, есть, конечно, ещё пара игр, которые тоже не очень хорошо работают. В основном это вся кодич на Unity. Unity тоже такой кривоватый движок, поэтому он тоже не очень хорошо работает. Блин, я его не убью. Убью. Окей. Получаем ещё Косарь 200. Двигаем далее. Одиннадцатый бой. Погнали. О, два ляма, кстати. Косарь 200 всё-таки поднял до двух лямов на планочку. Ну, видимо, не удалось нам, конечно, получить два ляма именно за прохождение второй башни. Но я, как бы, не особо расстраиваюсь на этот счёт. Это, знаете, мне просто было интересно. Смогу, не смогу. Всё-таки смог. Хотя я до последнего думал, что не получится. Накопить два ляма до двенадцатого боя. Даже до прохождения, я бы сказал, двенадцатого боя. Минус один. Минус два. Ну и минус три. Ну, здесь не обязательно было накапливать прямо на сто процентов, потому что у нас и так, в принципе, идёт неплохой урон. Ещё Косарь 300 сверху. Ну и у нас последний бой вроде остался, да, если не ошибаюсь? Или это был последний бой? Нет, вот это последний бой. Накопление силы замедлено. Да не страшно, мне эта сила не особо и нужна. У него там, кстати, неплохая синергия между бойцами. То есть Китана даёт стойкости вроде или лечения. И также даёт аштег пять процентов дополнительной атаки. А третьего перса я что-то не запомнил. Может, там тоже, по-моему, внешний мир стоит. Скорее всего, он тоже какой-то там бонус даёт. Для внешнего мира. Но это не точно. Может стоять вообще какой-нибудь аммони или ещё какая-то дичь. Сейчас посмотрим заодно. А то я что-то не обратил внимания, что там за третий боец. Это Серай Раю. Не, он не даёт никаких бонусов этому отряду. Что-то как бы накопление силы замедлено, но я что-то не особо вижу, чтобы оно было замедлено. Да вроде точно так же накапливает сила. Ну или почти точно так же. И мы легко проходим с вами и вторую башню. Ой, первую. Ой, да вторую, вторую, вторую. Первую мы уже прошли. Нифига себе, мы быстрые. Я настолько это всё быстро прошёл, что даже не заметил, что я уже вторую башню полностью прошёл. Нифига себе, чё? Вот жёсткий, жёсткий. Так, получаем монеты. 30 тысяч, 32 тысячи. Итого у нас 2 миллиона 30 тысяч есть. Погнали дальше. Вашим отрядом должен быть только Серебряный Мастера Единоборств, Третья Башня. Заходим, собственно, в Третью Башенку и создаём отряд. Только Серебряный и только Мастера Единоборств. Поэтому нам понадобится убрать сейчас бронзовый фильтр и поставить фильтр на Мастеров Единоборств. Также я возьму себе Саб-Зиро, Кудзиня и Скорпиона в качестве основных бойцов. Сначала сыграем первый бой за Скорпа, а дальше уже пойдём за Кеншика нагибать. Играем, короче, примерно 6 боёв и идём на Четвёртую Башню. Потом вернёмся ещё к этой башне и пройдём оставшиеся бои. Так что всё будет щики-пики. На этом можете не беспокоиться. Надо просто, чтобы ещё один бой у нас... На один бой восстановилась энергия, чтобы мне не пришлось либо два раза смотреть рекламку, либо тратить ещё дополнительно три души. Мы это всё экономим же, да? На, получай. Ух ты, вынес. Нифига себе, жёстко. Пошёл первый. И добиваем. Изи. Борнфул. Бёрнфул. Гори, глупец. Так, немножечко меняем состав. Вот таким образом погнали в бой за Кеншика. Загрузка, загрузка. Ожидайте, ожидайте, пожалуйста. Не кидайте телефон об стену. Быстрее не загрузится. Так, минус один. Немножечко минус того, что Кенши после этого комбоудара не успевает блок поставить. Держи, братан. На здоровье. На здоровье. Хорошо. Победа. Молодец, Кенши справился. Ну и оставшиеся четыре матча мы отыгрываем с вами тоже за Кенши. Будем только чуть-чуть менять состав команды, чтобы у нас хватило энергии. То есть сейчас, к примеру, ставим себе вместо, я не знаю, там, ну, вместо, допустим, Саб-Зиро ставим себе Скорпиона и идём дальше. Потом вместо Скорпиона, опять же, поставим себе снова Кудзиня и так далее. Точнее, не Кудзиня этого, Саб-Зиро. Или вместо, вместо Кудзиня поставим, не важно, короче, не особая роль играет, хотя, может, и играет. Блин, да уже потемнело просто, уже за окном уже темно. Хотя, по сути, сейчас середина дня. Ну ладно, может, не середина, а конец ближе, но всё равно слишком рано темнеет уже зимой. Надеюсь, добьём. Да, повезло. Очередная уверенная победа за Кенши. Давайте заменим, опять же, Кудзиня на Саб-Зиро теперь снова. Такие манипуляции проводим, я бы сказал. Ну и затем просто ещё один раз заменим. На следующий раз мы уже будем последние два боя отыгрывать фиксированным составом, как вы понимаете. Также нам придётся ещё четыре раза восстанавливать энергию Люкану подручными средствами, либо смотря рекламку, либо, как в нашем случае, реклама кончится, и нам придётся тратить уже души на просмотр, на восстановление энергии нашему Люкану золотому. Но это только в пятой башне будет. Нет, тебе не выжить. Извини, братан. Прости. Нет. Так, следующий бой. 9600. Нормально-то, кстати, по монетам накидывают. Вообще прилично, очень даже. Так, давайте меняем состав уже нафиксированный. Это у нас будет вот такая вот команда. Ну и доигрываем, собственно, последние два матча таким составом наших, так сказать, убийц. Окей. Окей. Джеки у нас первый противник. Ну, это фигня. Нифига себе, как она это сделала! Хорошо, что мне сопротивление глушению ещё сработало. Ого, как больно ей! Очень ей, конечно, больно сейчас было. Давайте я первый спецприём использую, чтобы Кана убить. Он вроде даже не блокирует. Да, он не заблокировал даже, поэтому ему полный уран ещё и нанёсся. Отстанье. Очередная уверенная победа. И у нас остаётся последний, по-моему, матч за Кеншика сыграть в этой башне. На данный момент. И дальше перейдём к четвёртой. Пусть у них пока восстанавливаются вот эти две шкалы силы, две шкалы энергии. А мы будем проходить с вами четвёртую башенку. За внешний мир. Надо, кстати, вот я и говорил ещё, да, посмотреть, сколько там по... Ой, по энергии. Ой, не по энергии, а по бойцам. Сколько у нас бойцов вот золотых есть, потому что, по-моему, в последней башне можно только золото использовать. То есть Шаокан уже не пройдёт, как мы понимаем. С печаль... Печалька насчёт этого, конечно. Ну да ладно. На, получай. Харакири! Точнее, не Харакири. Ну вы поняли. Всё, победа. И эта часть башни у нас тоже пройдена. С чем я могу вас всех поздравить. Так, ну теперь мы с вами уходим из этой башни пока на время. И переходим с вами к башне номер 4. Так, здесь у нас только золотые персонажи второго... Да, то есть алмазки уже нельзя использовать. Замечательно. Тогда выбираем, собственно, каких персов мы будем юзать с вами в последней башне. Поэтому мы убираем все фильтры. Так, значит, в последней башне у нас будет классическая Мелина. Пронизывающая Мелина. Ермак. Шинок и Кано. Ну и Джеки Брикс, да, получается. То есть раз, два, три, четыре, пять. Нет, это шесть персонажей. Нам нужно только пять. Так, Мелина. А, нет, нам четыре вообще надо. Нам четыре надо. Ну тогда, наверное, Ермак, Мелина, Шинок и... Блин, хотя Шинок. У Джеки, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять. Да, Кану нельзя же использовать, точно. Да, 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 да. Все правильно, все правильно. Короче, всех, кто слабее Джеки... Нет, всех, кто слабее Шинока, можно юзать. Давайте я возьму золотых персонажей внешнего мира. Так, и начинаем, короче, всех, кто слабее, чем Джеки. Начнем мы с вами с Тани, как я понимаю. И так же возьмем... Да, блин, опять я не туда нажал. По атаке, пожалуйста. И в другую сторону. Так, Девора и Коталька. Погнали. Два боя играем за Таню. Она немножко неуклюжая, поэтому только два. Так, погнали. Первый рептилия против нас. Нифига себе он, блин, жесткий. Перебивает мои атаки. Не успел я использовать первый сейчас. У меня есть там хотя бы клинки Кубудзюцу? Нет, кажется, нету. Я их, видимо, на другую Таню поставил. Видимо, когда играл в башни Ленько и поставил их на Таню-предательницу. Так, ну и второй бой играем за Таню. Дальше уже другими персами будем катать. Как вы понимаете. Давай-давай, грузи-грузи. Окей, здорово, Кесси. Минус один. Истощение сейчас накинет, засранец. Ну и ладно. Три удара и все. Еще один Кенши вылез. Блин. Ладно, он не успел ударить уже неплохо. Так, все, за Таньку мы отыграли. Сейчас я быстренько сменю команду, и мы с вами, в принципе, продолжим. Да-да-да. Видите-ка, сейчас у нас кара барака. У меня раньше он был достаточно слабый, из-за того, что он был не десятого слияния, а всего лишь девятого. И я его не использовал в боях. Но теперь он один из сильнейших персонажей внешнего мира у меня в коллекции. Поэтому мы можем его спокойно юзать. Возможно, даже поглядим на его полное комбо. Если повезет. Если вообще персонажи будут выживать от этого. Это надо определенным комбо еще вне блока попасть. Так что это не так-то и просто сделать. Но у нас пять матчей впереди. Барака медленный немножко. Как мы видим. А чё его не истощило из-за того, что он умер, что ли? Читерство. Смотрим на полное комбо. Капец, длинное, да? Обожаю это комбо. Это такая пассивная способность в бараке, что при использовании одного комбинационного движения, если у вас есть в отряде один либо два персонажа из внешнего мира, если один, он проводит половину комбо длинного. Если два персонажа из внешнего мира у вас в отряде, то он проводит очень длинное комбо. То есть длина комбо зависит от количества Других персонажей внешнего мира в отряде Эти мне и нравится Барака на самом деле Но ему надо что-то на блокбрекер ставить Потому что он редко попадает Когда в своей вот этой комбинации Вот этой вот Но она очень длинная Она ваншотает Держи братан На счастье, на здоровье Но то что у него с первого спецприема Идет это Ой, мне поменяли перса Окей Но Коталькан даже больше наносит урона Чем в блок Джонни Кейджу Чем Джонни Кейдж мне не в блок наносит Несмотря на то что у него там Слияние низкое достаточно Держи братан На здоровье Давно кстати не видел стоечку Бараки Надо будет посмотреть ее сейчас с вами Главное не забыть ее Не пропустить После следующей битвы К примеру Так, идем дальше Мне просто кажется Он должен свои клинки вытаскивать Там в конце стойки Но это не точно Может он просто встает в такую позу И клинки не будут появляться Но и сейчас мы это узнаем Если клинки будут появляться Это конечно круто Потому что вот эти вот клинки Это знаете Неотъемлемая часть Бараки Я бы сказал так Так Интересно Они из костей Или из железа все-таки По-моему из железа Но это не точно Медленный немножко Барака наш Постоянно Тумаков получает Если в блок атакует Это его конечно минус Я бы так сказал Так Попал под наше комбо Давайте второй спецприем Используем Давай Сейчас будет месиво Изи Тарката Блин Опять я стойку пропустил Прошу прощения Ну что Следующий раз не забуду Наверное Погнали Прикол еще Бараки В том что он сам по себе Очень жирный парень Кстати А что у него за Что у него родная кипа дает То есть его родные Вот эти клинки Я что-то не припомню этого У него же А у него не клинки У него Таркатанское кимоно Точно Оно броню там всякую Дает и прочую дичь Ну я думаю С блокбрекером Он будет неплох Лучше чем С каким-нибудь Молотом гнева Или тип того Хотя черт его знает Ой извини Ты попалась Пошел первый спецприем Ай забыл что у него есть первый спецприем Извини братан Но это ваншот За Таркату Опять я пропустил его стойку Блин У меня последний шанс Показать вам стойку Я забываю все время И пропускаю ее На автомате Но ничего В этот раз я постараюсь Не забыть Так помним Не пропустите стойку Не пропускаем стойку Потому что я опять могу забыть Эту тему Если я опять ее забуду Мы так и не посмотрим на стойку Вы мне самому знаете Тоже интересно Что там у него за стойка стоит Ну давай Давай уже Грузись Грузи Грузи Не тормози Е Е Так Загрузилось Замечательно Блин Ну если в блок ударяет Сразу от ветка летит Причем мы И после первого И после второго комбо Сейчас Истощение на меня пойдет Не 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 Так все Теперь не пропускаем стойку Главное не пропускай стойку Смотрим на полную стойку Да Есть клинки Замечательно Вот так выглядит собственно Стоечка нашего бараки Все таки посмотрели мы ее с вами Так и следующий боец у нас Это Ермак Ермак фараон Нажимаем создать И выбираем себе новый отряд Ермак фараон Ну и пара лохов Нам еще понадобится Каких нибудь Давайте сюда рептилию Давайте Ермака Ну и погнали в бой Вперед 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 Какие торкотания Я уже за Ермакажа играю Минус один Сразу сходу Урон бешеный Тут постепенный урон у нас еще идет Да Ой извини Эронблэд Не дал тебе воспользоваться Первым спецприемом Я и не добью Жас такого расстояния Да Да Ну да ладно Мне не обязательно это Получаем небольшое количество душ Итого 1425 Кенши Оперативный сотрудник Соня Блэйд И Девора Ок Давно на самом деле Не было испытаний на Бараку Где-то месяцев 9 наверное То есть это очень много На Рейдена по-моему 8 месяцев не было Но я имею в виду Бога Грома Так что на них будет испытание сейчас Вот после по-моему Бараки будет Рейден Бог Грома Часи ты толстый Из-за Сони Блэйд в команде Кенши Извини не поможет Я слишком близко к тебе стою Чтоб ты выжила От первого моего спецприема Да-да-да Посмотрим как ты выживешь против этого подруга Очередная уверенная победа за Ермака А мы двигаемся дальше Скорпион, Мастер Баланса Кенши И чертов Джейсон Слэшер Вурхес Господи, все слова перепутал И чертов Джейсон Вурхес Слэшер Вот так вот Надеюсь он выйдет последним противником Мне нравится вот уровень сложности Сложный тем, что тут уже Больше чем нормальный Потому что тут уже в четвертой башне Идут золотые персы Две штуки Один конечно серебряный Но остальные двое золотые Интереснее играть все-таки Против разных персонажей Чем против одних этих же Серебряных и бронзовых Извини братан, но нет О, добил Нифига себе жесткий Ну ладно Вставай, вставай Поднимайся На работу пора Все, давай Гуляй парень Так, у нас следующий бой за Ермака Это у нас Кенши Огненный Кулак и Люкан И бог солнца Или бог крови Котль Окей, погнали Так, загрузилось Я готов сражаться с Кенши Он бонус к здоровью не получает Потому что нету других спецназовцев В отряде Но я конечно проворонил момент И опять же получил от него Тумаков Хотя мог и не получать Нифига себе успел заблокировать Люкана Так, извини Котль Но это смерть Тут блокируй, не блокируй Смерть придет за тобой Отлично, еще одна победа Ну и у нас остается последний матч за Ермака В этой башне Эта башня будет у нас пройдена Останется пройти половину третьей И, естественно, последнюю башню Давай-давай, грузи Погнали Враг восстанавливается опять же Ну ладно Неприятно Ну ладно Минус Ермачевский Блин, я забыл, что это баланс Он опять же имеет одну шкалу силы Не заблокировал его атаку Так, извини брата, но нет Неплохо, что он первым спецприемом Тупо ваншотает через блок Не знаю, правда Ваншотал был ли он в пятой башне Но в четвертой ваншотает легко Эта башня пройдена Получаем свою награду Бесполезный серебряный набор Практически бесполезный Так, это абсолютно бесполезная карточка Это тоже, и это тоже бесполезная Ну да Не стоило ожидать чего-то сверхъестественного Так, теперь идем сюда И нам нужны серебряные мастера единоборств Так, нажимаем создать Выбираем себе фильтр на... Сбрасываем сначала эти Затем серебро Давай-давай, серебро И мастеров единоборств Нажимайся Все, замечательно Так, Кенши, Скорпион и Кудзинь Погнали После этого за рекламу Восстановим себе энергию Нашему отряду И пойдем дальше по этой башне Затем уже пятая Только останется Ну, останется ее пройти И все будет у нас чики-пики Так, я готов Я готов Минус один Хорошо Ах, прекрасные лаги Минус два, ну и минус третий Скорее всего сейчас пойдет К тому же 100% урона Никакой блок тебя от этих 100% не спасет, Саб-Зиро Победа Получаем косарик Так, ну и я пойду Восстановлю за рекламу энергию Вернусь к вам буквально спустя секунду Так, погнали в бой Восстановил энергию, собственно Сейчас пойдем дальше нагибать Блин, уже так тем... У меня сейчас комната и так темно, что я вообще ничего не вижу Где у меня телефон лежит? На каком столе? Почему я не вижу этот стол? Давай-давай, грузи-грузи Время побеждать, как говорится Длительный урон Ограничение Окей Не боюсь я таких ограничений Минус один Ух ты, еще и успел заблокировать Удивительно Такого быстрого перса, как Соня Блэйд Успел заблокировать Так, ну и минус Китана Еще и не в блок ушло все Еееей Награда, видимо, нет 11 кусков этого 2,8 миллиона уже у нас Ну не 2,8, а 2 миллиона 80 тысяч 2,8 это было бы 2 миллиона 800 тысяч Но до этого нам еще далековато Ну Наконец-то Здорово Здорово, Деворачо Как оно вообще в жизни? Все хорошо? Минус один Минус два Сейчас проверим Заблокирует, не заблокирует Вроде не блокирует Да, не заблокировал Заблокирует Джадди МК-11 Можно побыстрее? Пожалуйста Завтра, кстати, попытаемся с вами Скарлет МК-11 выбить Из пака На, получай Минус два А, чай, ты только первый был Ну ясно, тогда ладно Тогда еще ждем А вот это может выжить, кстати Но не судьба Слишком мало здоровья все-таки Даже чтобы через блок пережить мой Спецприем Следующий бой Джакс Брикс Соня Блейд И Джакс Брикс Фермер Окей Повторяются противники Такие же противники Как были в этом В предыдущем режиме сложности Или там вместо Соня Блейд Кто-то другой был Да вроде бы Соня Блейд была Но я точно не помню Но я помню, что было точно два Джакса И они стояли вот точно так же То есть первый был Джакс Брикс А третий был Джакс Брикс Фермер Построение вроде бы такое же Плюс у них еще плюс 15% к атаке Благодаря Соне Но нету зато бонуса к здоровью Это хорошо Но есть небольшая синергия Между всеми тремя Один там хил добавляет Другой Сопротивление Там типа, ну знаете, вот это вот Не сопротивление, как оно Стойкость повышает всем И все через блок сидят А Джакс Брикс Фермер быстрый, кстати Я что-то не думал, что он такой быстрый Давайте мы его добьем Все, иди домой, парень Отдыхай Так, а у нас бой против Ермака Последний бой в этой башне, кстати И эта башня будет у нас пройдена Останется пройти только финалочку Финальную башню И можно будет заодно потом посмотреть Какие там эти Какие противники у нас В следующей башне Так, окей Файт так файт На, получай Минус один Давайте вот так сделаем Хочу просто Хотя надо было на Скорпиона, конечно, оставить Но Так тоже пойдет Так, эта башня у нас тоже пройдена Поэтому мы сейчас получаем награду И двигаемся в последнюю башню В пятую Самую жесткую, так сказать В кавычках, конечно же Все-таки самая жесткая башня Бывает только в режиме Старший бог Для нас, по крайней мере Так, 46 душ Прикольно Неплохая такая прибавка по душам Ну и последняя башня В вашем отряде Должны быть только золотые персонажи Да, только золотые Второго уровня слияния Или выше Окей Так, сбрасываем все фильтры Включаем золото Ну и готово Так, второго уровня слияния Или выше То есть Джонни Кейдж пойдет у нас Также пойдет у нас обязательно Люка на постоянной основе Потому что он нам пригодится Так, огненные кулаки Люка И по атаке нам нужно Четыре самых сильных перса Себе выбрать Это будет Мелины Это будет Ермак классический Это будет костюм Джеки Брикс Да Да, давайте сначала Тогда за костюм Джеки Брикс Блин, шинека не хватает Пока для подвигов Подвиги у него еще не вкачаны Поэтому атаки ему не хватает Чтобы быть одним из сильнейших персов Которыми я играю Так что пока Вот такой командой сыграем Ну быстрее, ну пожалуйста Наконец-то Давай против спецназа Тут двое спецназовцев И один внешний мир всего лишь Везет нам, кстати, с тем Что не работает у них блокбрейкер Добью, не добью Не, нифига Ну ладно, хотя бы так Следующий Next Sony Blade оперативный сотрудник Мастер баланса Кенши И Скорпион Инжастис Неохота свет сейчас включать Потому что, блин От лампочки очень сильно Отсвечивает в экран телефона А так нифига уже не видно Уже темень полная Так Так Давайте опять же Тот же самый скин Блин, не успел Ладно Такой-такой скин Откуда у тебя спецприем? А, из-за Кенши баланса Минус два Истощение и так Отсутствие силы моей Так Успел еще на второй спецприем Себе накопить засранец Вот так или иначе победа Ермак Дух Секретный агент Кэсси Кейдж И Ермак Повелитель Душ Вроде бы Правильнее, конечно, говорить Эрмак, а не Ермак Но Как бы переводят Ермак И Я не знаю Там как-то То есть переводят по-русски Типа Ермак Но почитается Как бы Эрмак Но Пофигу Ермак так Ермак Раз уж перевели Ермак У меня уже привычка сложилась Назвать его Ермаком Как написано в игре То есть здесь же не Эрмак написано А написано Ермак Так, окей Так, возьмем этот скин Так, минус один Неплохо Минус два И минус три Но это был самый легчайший бой На самом деле Молодец Молодец, молодец, Джеки Можешь не выпендриваться Я и так вижу, что ты старалась Давайте возьмем себе Следующий отряд Нажимаем создать Выбираем себе Следующего бойца Это будет у нас Ермак Классика Или Мелину взять Давайте я Мелину возьму Также я бы хотел взять себе Какого-нибудь лоха Пусть это будет Слэшер Джейсон Вурхес А, я не могу Я не могу Мне нужен второго слияния Да-да-да-да-да Помню-помню Тогда давайте Пусть это будет Джонни Кейдж Вип Все, восстанавливаем энергию Нашему Люкану И погнали Скорбная Кетан Оперативный сотрудник И так далее Кстати, еще забавная тема Что Это испытание Вот именно этот этап испытания Могут пройти лишь те персонажи У кого Люкан Люкан Золотой Вот этот вот Имеется как минимум Второго слияния То есть им надо Три раза эту карточку выбить Учитывая, что на него Не было уже давным-давно Испытания Люди, которые выбили Даже его Из паков Один раз Они не смогут Пройти это испытание Даже не один Даже не два Только если три раза Они его выбьют Либо он у них есть Уже первое слияние Допустим Да, и они еще раз Выбивают То есть Такое себе Не для каждого Испытание Именно С уровня сложности Высокий Так, на, получай Эх, чуть-чуть Не хватило Вот зараза И теперь я из-за этого Получу истощение Удары Иди сюда Маленький И минус Соня Блейд Изи Следующего Пожалуйста Следующий Кусок мяса Ермак И два Бога крови Бог солнца И бог крови Каталькана Короче Тут, кстати, Можно нарваться На ермака С рентгеном Поэтому надо быть Аккуратнее С этим Но возможно Уже не будет Там, знаете Ермака С рентгеном Только со вторым Спецприемом Вот какая-то штука Видите У него второй Спецприем В начале матча Правда Ему это не особо Помогло Все равно Он слился Как лошара О, здесь Случайная смена Но Люкан У нас Седьмого Слияния Поэтому он Также легко Выносит Противников Все еще Очень мощный Кстати Перс Бешеный урон От критов Особенно После смены На себя Еще Двадцать Душ нормально Уже так По душам Нормально Приваливает Мне это нравится Так И последний Бой За милинку Ну именно За эту милинку Конечно у нас Есть еще одна Милинка Которая у нас Будет участвовать Аж в целых Двух боях Так Держи А мы за Милинка Уже с вами Классику Отыграли Или нет Вроде бы нет Но это не точно Вроде бы да Вроде бы мы не отыграли Еще за Милинка Классику Держи Братан Все За милинку Мы тоже с вами Отыграли Сейчас пойдем Играть как раз За Милинка Надо заменить Сейчас отряд Себе Так что я Сейчас его Заменю Быстренько Так вот И мы с вами Продолжим Погнали Я в принципе Заменил отряд Продолжаем Ермак тащит Сейчас у нас Интересно Какие требования Будут у испытаний Уровня Старший бог Интересно Тоже просто узнать Так Против нас Бог Ну не бог Как во темный Властелин Катальхан Блин урон Конечно Бешеный У меня летит Ну а просто Разматано И поделено На ноль Так И последний Скорпион Ниндзюцу Остался Мне даже Спецприем Не понадобится Бешеный урон Ермака Серьезно Просто какой-то Бешеный И это еще Без предметов Каких-либо Ну там Че-то Наверное На нем Стоит Какие-нибудь Предметы Которые Остались Нет Только А нет Стоит Че-то На атаку Ну возможно Это стоит Этот Как Она Называется Крововый Тамагавк Или Типа того Или Блокбрейкер Какой-либо Крововый Тамагавк Он по-моему Дает силу Атаки Точнее Саму атаку Повышает Поэтому вряд ли Или он Только в Войнах Инфракции повышает Я уж не помню Кстати Почти опустошитель Себе собрал Мне всего Сто кристаллов Осталось Конечно Я их не успею Не хватит Мне их собрать Если я даже Получу все кристаллы За прохождение Сезоновой Инфракции Потому что Я уже получил Там большую часть И соточка Еще вряд ли Накопится Да У него Блокбрейкер Стоит А не Крововый Тамагавк Домой Ой Я забыл Что у него Не как у фараона же Первый спецприем У него он Через захват идет Как у обычных Ермахов Всех остальных Так Это очередная победа Двигаем далее Девятый бой Уже у нас Серерю Токедо Шаолинь Кудзэни Рептилия Не понял Правда Какой То ли ядовитый То ли ловкий Ну по-моему Ловкий Но это не точно Может и ядовитый Давай Давай Грузи Уже Быстрее Грузи Грузи То только Не тормози То только Не тормози Ты главное Грузи Погнали Токедо Ширай Раю Сразу Просто Сразу Отражает Мою Атаку При первом Жблоке Полетели Наслаждаемся Жизнью В полете Так И Шаолинь Кудзэни Остался Не лагай Победа Так Теперь меняем Собственно Отряд Опять же Теперь нам понадобится По-моему Мелинка Мелинка Классическая Если не ошибаюсь Которая уже будет Двигать все наши Остальные битвы Так Так что мы делаем Сейчас следующим образом Мы берем Классическую Мелину Ставим ее сюда Также нам понадобится По атаке Какая-нибудь лошара Давайте мы в конце Найдем кого-нибудь Со вторым слиянием Так Нет-нет-нет Каталькан Первого Вот Саб-зиро Следующий Саб-зиро Так Саб-зиро Восстанавливаем Нашему Люкану Энергию И погнали Бадзюцу Кудзэни Инферно Скорпиона Держимой Кенши А вот Когда мы пройдем Уже за этот Отряд с вами Битву Мы восстановим Всему нашему отряду Опять же Энергию Только уже За рекламу Последнюю рекламу На сегодня Надо пользоваться Экономить души Нашим персом Некоторые скажут Да че там Одна душа Копейка Рубль Бережет Вот это Понимаете Окей А так До конца Испытания Осталось буквально Шесть боев И все И на этом Будет пройдено Все у нас Ну не все А я имею ввиду Этот режим сложности Следующий Конечно Будет уже Гораздо жестче Че это за дым Такой странный Он всегда такой был Меня пугает Немножко Какой-то он Странный Да блин У них Восстанавливается Здоровье Они еще и Быстрые такие Шо капец Держи братан Полное здоровье Но вот этой пассивкой Конечно Милины сложно Воспользоваться Когда тебе Это нужно Давай умирай Теперь главное Его с одного Комбо вынести Так Хорошо Ну и сейчас Он вроде Не должен Успеть Убежать Да Как я и думал Так Сейчас он воскреснет Я не знаю Смогу ли его добить Если он заблокировать Нет Не смог Пошла Заморозочка Блин Сработало Неприятно Ну а мы Побеждаем Я кстати На миллион Молот гнева Напялил И еще этот Шлем Шаокана И Амулет Душ Ермака Это я специально Перестраховался Перед боссом Следующий бой Куан Чи Ну кстати Тут нормально Так имеют Они по здоровью Не так Чтобы конечно В топовых Испытаниях Новых Но все равно Неплохо Главное Чтобы требования Для прохождения Режима сложность Старший Бук Были не слишком Жесткие Но мы их посмотрим В конце видоса Обязательно Так же Что там за испытания Вообще Как они выглядят И Да 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 А пройдем уже В следующем видосе Который завтра Выйдет Скорее всего Если конечно Что то не произойдет Что мне помешает Это выложить А то знаете Я говорил Как то Один раз Типа завтра Выйдет А в итоге Не вышло Потому что Мне пришлось Куда то Очень срочно идти Куда уже Не помню В итоге Даже ничего Не записал В тот день Все победа Сейчас Посмотрим рекламку Восстановим Энергию Последнюю Для последних Трех боев И будем с вами Заканчивать Эту башню Осталось только Бараку завалить И пару отрядов Еще Которые его Сопровождают Так сказать Сейчас вернусь Покатили Спецагент Огненные кулаки Люкант И еще Секретный агент Кесси Кейдж Две Кесси Кейдж И Люкан Который Кстати и нужен Для прохождения Этого Режима сложности Причем Как я повторюсь Минимум Второго слияния Он нужен Иначе Вы просто Не сможете Пройти Режим Сложности А значит Не сможете Занлочить Режим Сложности Старший Бог Нет конечно Вы можете Там типа За души Пропускать Бои Но Там Столько Душ придется Потратить Конечно Или подождите Или там Обычные Бои Ааа Тут тоже За монеты Тут последняя Башня Вроде тоже За монеты Идет Или за души Можно посмотреть Будет сейчас Кстати Это было Максимально Быстро Сейчас посмотрим Пропуск Этой Башни Требует Душ Или нет Именно Пятой Потому что В режиме Сложностарший Бог Требует Последних Трех Башен Да смотрите Видите Сколько Душ То есть За один Бой Вам нужно 110 душ Потратить Чтобы пропустить То есть Вы представьте Из-за Одного Бараки Вы потратите Просто Миллион Душ То есть Для новичков Это достаточно Проблематично Будет Особенно Если у вас Нету Люкана Огненных Кулаков Второго Слияния Или выше Пройти Именно Эту Сложность И разблокировать Следующую Сложность У вас Могут Быть Даже Десяти Уровневые Персонажи Слияний Каких Нибудь Хоть Алмазки Но Вам Это Не поможет Пройти Эту Башню Если у вас Нету Люкана Второго Слияния Или Выше Блин Ну Ладно О Повезло Так Опять Слышишь Любишь Ты Меня Ну Все На этом Я думаю Закончить Фразу Любишь Ты Меня Все Так Победа Ну Остался Босс Я могу Вас Поздравить Мы Дошли До Босса Осталось Его Победить И Испытание Будет Пройдено Так Я готов Погнали Итак Босс 9451 Атаки 106 105 Здоровья Но Он Обладает Иммунитетом Длительного Урона И становится Сильнее Чем Дольше Продолжается Битва То есть У него Будет Увеличиваться И запас Здоровья И урон От атаки Поэтому Это не так-то Просто будет С ним справиться Надо быстро Копить второй Спецприем И пытаться Пробить его В блок Плюс Он может Использовать Рентгены Очень часто Насколько я Помню И эти Первый Спецприем Чтобы истощать Меня Не давать Мне использовать Спецприем Так что Надо быть Аккуратнее С ним Так Погнали Ну это Естественно Да Это пройдено Давайте У меня У меня Кстати Нету По-моему Десятиуровневых Ну Кенши Десятого Слияния Хотя Вроде бы Нету Но у меня Есть Кану Десятого Слияния Алмазный Поэтому Все нормально В вашем Смотреть Должны быть Только Персонажи Из внешнего Мира Из внешнего Мира И Кенши Или Кану Ну ладно В принципе Это пройдем Потому что У нас есть Алмазный Кану Он у нас В принципе Должен зарешать Хоть у него Статов и не так Много На самом деле Меньше даже Чем у некоторых Золотых персонажей Испытаний Либо же просто Золотых персонажей Ну все На этом мы будем С вами заканчивать Так что Большое спасибо За то что посмотрели Это видео А с вами был Ник Удачи До скорых встреч И мы еще увидимся Пока пока